МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Михаил Журавский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Накануне 80-й годовщины начала второй обороны Севастополя обелиск штык и парус остается забытым городскими властями. Михайловская казематированная береговая батарея отметила 175-летие. В честь празднования знаменательной даты музейный комплекс подготовил большую программу. На террасах в Форосе крымские студенты собирают урожай оливы. А начинающие виноделы из СевГУ впервые выехали на виноградники собирать урожай. Севастополь принимает 18-й чемпионат многоборья спасателей МЧС России. 30 октября исполнится 80 лет со дня начала второй героической обороны Севастополя. Однако эту памятную дату город-герой встретит без своего официального символа обелиска штык и парус. Один из главных городских памятников, несмотря на многочисленные обещания чиновников, до сих пор остается в плачевном состоянии. 250 героических дней. Ровно столько сдерживали защитники Севастополя натиск превосходящий по численности армии немецко-фашистских захватчиков на подступах к городу. За этот беспримерный подвиг Севастополь получил звание города-героя, а в 1965 году был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Память об этих наградах хранит обелиск, который горожане привыкли называть «штык и парус». Только вот насладиться архитектурой монумента севастопольцы больше 10 лет могут только издалека. Мы в центре города-герой Севастополя. Память за моей спиной гласит вечно в сердцах благодарных людей. Очень горько, что потребовалось, чтобы прошло всего лишь 80 лет, чтобы эти события, этот подвиг стал, видимо, не так важным. Иначе как объяснить состояние, в котором находится этот монумент. Разрушенные плиты из анкерманского камня, пустые бутылки и непристойные надписи. Таким предстает монумент, если подойти к нему поближе. Сам обелиск изуродован штукатуркой, призванной скрыть щели между плитами, а прекрасный барельеф у и скульптора Станислава Чижа соседствует с граффити всех цветов радуги. Чтобы севастопольцы не могли попасть сюда и, очевидно, не видели все это непотребство, оба прохода к обелиску закрыты решетками. Сквозь нехоженные ступени к монументу уже действительно проросли молодые деревья. Но тем немногим, которые правда хотят попасть к уединенному памятнику, решетки вовсе не мешают. Об этом свидетельствуют груды мусора и разбитые бутылки. Ведь монумент не только не ремонтируют, но даже элементарно не убирают. С самим обелиском одна из главных проблем – это его облицовка. То есть сам крепеж, он ржавеет, расширяется, соответственно, куски этой плитки на керманское не отваливаются. То есть нужно здесь вот с этим что-то делать. Ну и, конечно, с территории вокруг тут вообще как бы без комментариев. Примечательно, что отремонтировать символ города-героя власти Севастополя обещают почти пять лет подряд. О том, что монумент будет отреставрирован в ближайшее время, заявлял еще экс-губернатор Дмитрий Овсянников в 2017 году. Затем сумма на разработку проектно-сметной документации по обновлению памятника была увеличена с 3 миллионов 900 тысяч рублей до почти 13 миллионов. Но долгожданные работы так и не были начаты. Уже в мае нынешнего года заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин отчитывался перед Михаилом Развожаевым о том, что для реконструкции штыка и паруса все готово. Проектная документация тоже готова, финансирование есть. Начинаем в ближайшее время эти работы. Однако спустя пять месяцев эти работы так и не были начаты. Еще один знаковый для Севастополя монумент – памятник солдату и матросу – тоже постепенно приходит в упадок. Облицовка с его постамента постепенно отваливается. Кое-где зияют дыры, а в некоторых местах осколки плит просто приставлены к основанию монумента. Есть же еще один важный момент. Скоро у нас юбилей начала обороны, 80 лет. И складывается впечатление, что отмечен он в городе не будет никак, кроме как выпуском медали. Потому что вопрос об этом я задавал еще месяц назад, когда два месяца оставалось до этого юбилея. И мне в правительстве посоветовали обратиться почему-то в музей обороны. Как будто бы музей обороны организует городские мероприятия, приглашает ветеранов, перекрывает улицы, чтобы устроить шествие. Ну, конечно, нет. Этим город должен заниматься. В конце прошлой недели я вновь задал этот вопрос, и мне вообще не ответили. Получается, что одна из самых трагических дат в истории нашего города остается незаслуженно забытой потомками. Как, впрочем, и памятные места, символизирующие героизм и самоотверженную отвагу краснофлотцев. По поводу ремонта обелиска «Штык и парус» редакция НТС уже направила информационные запросы все в наследие Департамента городского хозяйства и культуры, а также заместителю губернатора города. Но на фоне общей разрухи монумента слова «вечно в сердцах благодарных людей», выгравированные на нем, выглядят как издевательство над подвигом защитников Севастополя. Екатерина Костейникова, Александр Устич, Севинформбюро. Севастополь принимает 18-й чемпионат по служебно-прикладному виду спорта многоборья спасателей МЧС России. Торжественная церемония открытия прошла в минувшее воскресенье на территории мемориального комплекса «Сапунгара». 20 команд из разных регионов приехали, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Почему именно Севастополь? Мы стараемся не проводить соревнования в одном месте. Ну, первое, это люди должны, помимо того, что соревноваться, должны смотреть и видеть те места нашей великой, могучей и большой Родины, где, соответственно, они проводят. Ведь соревнования, помимо соревнований, достаточно будет обширная программа для расширения кругозора. Для нас, конечно, большая честь. Мы благодарны руководству МЧС, что выбрали город Севастополь. Как я отметил, губернатор Михаил Владимирович отнесся позитивно. Оказали максимальную поддержку правительства. Мы пригласили коллег с Крыма, с главного управления Крыма. То есть, ну, и для нас это большой опыт. Наши спасатели тоже участвуют. Команда Центра обеспечения мероприятия гражданской защиты уже второй раз в Пятигорске. И вот сегодня тоже будут участвовать. У каждой команды на счету множество побед в профессиональных соревнованиях. Но самое главное, они не раз в условиях реальной опасности спасали человеческие жизни. Цель и задача этих соревнований не только показать то, что умеешь. Да, вот продемонстрировать свое мастерство, навыки и так далее. Значит, одна из задач, которую мы преследуем, или цели, которые мы перед собой ставим, это выработка новых подходов к проведению той или иной операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Потому что способов и методов, ну, есть классические, да. А вот именно команды, когда им задаешь ту или иную ситуацию, то, что будет с завтрашнего дня, начиная, уже формы и методы они выбирают сами. 18-й чемпионат по служебно-прикладному виду спорта многоборья спасателей МЧС России будет проходить в Севастополе до 12 октября. На этапах соревнований команды продемонстрируют введение поисково-спасательных работ в условиях природной среды и на акватории, а также действия при чрезвычайной ситуации техногенного характера. Михайловская казематированная береговая батарея отметила 175-летие. В честь юбилея в музейном комплексе подготовили большую программу. Для гостей прошел праздничный концерт, во время которого выступили творческие коллективы нашего города. На площадке у музея работали разнообразные мастер-классы и выставки. Внутри на суд горожан были представлены новые экспозиции. Многолетняя история Михайловской батареи неразрывно связана с историей легендарного Севастополя. Знаменитое фортификационное сооружение вместе с городом-героем пережило две обороны – освобождение Севастополя и Великую Победу. В честь 175-летнего юбилея на территории музейного комплекса прошли праздничные мероприятия. Построенная в далеком 1846 году, казематированная батарея стала неотъемлемой частью города русских моряков, впитав в себя все подвиги и славу легендарных защитников севастопольских бастионов. Это невозможно забыть никогда. И я уверена, что память об этих событиях будет храниться в сердцах наших потоков еще многие сотни лет. В день 175-летия посетители музея ждали мастер-классы, праздничный концерт, новые выставки, а также реконструкция сражения за освобождение Севастополя в 1944 году. Сотрудники и руководство музея тщательно готовились к торжественной дате. 175 лет – это очень большая дата для Севастополя и для нашего музея. Мы к этой дате готовились не один день и не один месяц. Начали готовиться по нормальному, более-менее, с прошлого года. Особый интерес у гостей батареи вызвала локация с изготовлением настоящих оловянных солдатиков. Изготавливаем оловянных солдатиков. Вот в данный момент уже только что произошла заливка. Через 5 минут вот получается такая фигура. Там можно посмотреть. Сейчас будем его обрабатывать. Верхняя часть называется литник. Надо ее будет удалить с помощью кусачек. То есть берем правой рукой и вот так вот прям кусаешь. Давайте. Держу. Лучше двумя руками. Так, хорошо. И сейчас это место заусеница остается. Берем вот такой надфиль потоньше. И начинаешь вот так вот подпиливать, чтобы полностью его ударить. Поняла? Держи. Вот весь процесс занимает примерно 12 минут. Бости Михайловской батареи и севастопольцы, и приехавшие в город туристы остались довольны праздником. Отличный праздник. Нам все очень понравилось. Реконструкция боя и автомобили. Все чудесно. Желаем дальнейшего процветания Михайловской батареи. Второй раз в Севастополе понравился праздник. Первый раз участвовал, присутствовал на таком празднике. Понравилось. Все очень хорошо. Спасибо за праздник. Это грандиозное событие, большой юбилей. Мы поздравляем не только жителей Севастополя, но еще и жителей всего полуострова Крыма. Собственно, жителей всей России. Потому что за каждой историей, которая сегодня здесь была озвучена в творческом плане и лицами административными, стоит история страны на протяжении многих тысячелетий. Это история героизма, история подвига. Во имя того, чтобы мы сейчас в 21 веке наблюдали голубое небо, мирное море. Ну и собственно, чтобы наши дети росли в счастливой большой стране. Во время торжественной части провели интересную церемонию. На хранение в музей заложили капсулу памяти с письмом, в котором свои мысли для потомков оставили первые лица города и рядовые севастопольцы. Вскроют послание спустя четверть века на праздновании двухсотлетия знаменитой Михайловской батареи. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Павловскому исполнилось 99 лет. Воскресным утром 3 октября с оркестром, цветами и подарками к нему приехали гости. Сенатор Российской Федерации Сергей Колбин, общественники, юнормейцы говорили теплые слова и желали крепкого здоровья. Настоящий, действительный ветеран Великой Отечественной войны. Обратились к людям, которым небезразлично судьба ветеранов, судьба пенсионеров. И все незамедлительно приняли решение приехать и поздравить его. Поэтому наша была всего лишь инициатива, а добрые пожелания людей вы сами сегодня видели. Мы будем поддерживать то, что хочет Геннадий Андреевич. Мы ему обещали, когда мы его нашли, мы обещали, что мы его будем поддерживать на всех порах, то, что он желает. Мы выполняем любые желания, потому что таких людей, как Геннадий Андреевич, очень мало осталось. Мы благодарны правительству города Севастополя в лице губернатора Михаила Владимировича, потому что тоже они нам помогают. Мы к ним обратились. С 99-м днем рождения ветерана пришли поздравить юнормейцы. Ребята зачитали стихи имениннику. От радости у Геннадия Петровича на глазах выступили слезы. Я просто наполнен радостью, как говорится, что я не один в этот день, что хорошие люди пришли и меня подбудрили и все, чтобы я не спешил туда. Гостей Геннадий Павловский пригласил и на свой следующий день рождения, чтобы в таком же теплом кругу отметить вековой юбилей. Два миллиона новых экскурсантов удалось привлечь в Севастополь за курортный сезон 2021 года. Об этом сообщила вице-губернатор города Мария Литовка в ходе аппаратного совещания 4 октября. Это значительное увеличение по сравнению с 2019 годом и здесь мы предвидим осенняя пора, она обычно тоже часто используется для этого вида туризма, экскурсионного, познавательного, поэтому эти цифры точно еще будут расти. Вице-губернатор отметила, что данная система подсчета является условной, ведь подсчет ведется по количеству посещений, а не по числу персонифицированных участников экскурсий. Эта проблема является общей для всех регионов России, но в Севастополе ее намерены решить, причем достаточно оперативно. У нас сейчас формируется предложение, вместе с подэгидой Ростуризма уже существуют новые инструменты для отчета, в том числе используемые цифровых технологий, где можно в режиме реального времени по тепловой карте видеть количество уникальных посетителей нашего региона, в том числе и выявлять так нелегальные объекты размещения. Губернатор Михаил Развожаев также предложил рассмотреть варианты внедрения системы регистрации туристов, которая с одной стороны помогала бы вести четкий мониторинг за турпотоком, с другой давала бы определенные преференции прибывшим в наш город на отдых. Чтобы она давала какие-то бонусы информационные или скидки, тогда люди будут сами регистрироваться и мы будем видеть, какое количество людей просто регистрируется условно в этой системе. Хорошим подспорьем в этом вопросе станет специальное приложение, разработанное правительством Севастополя. На ней есть и аудиогиды, есть возможность сформировать индивидуальные маршруты, так как видим по категории наших туристов очень много именно индивидуальных, тех, которые приезжают без турпакетов или экскурсионных групп. Ну и конечно платформой пользуются уже и жители города, поэтому активная обратная связь к нам приходит. В конце доклада губернатор Михаил Развожаев поручил Марии Литовко провести серьезную аналитическую работу с целью уточнить, насколько прибыльным для городского бюджета является нынешний туристический поток. Понятно, что это все как бы нагрузка, транспорт, мусор и так далее, да, то есть вот просто вообще, ну, мы должны анализировать и понимать, то есть мы вот это все делаем, да, да, рост идет, мы зарабатываем на этом, мы теряем сейчас на этом, какие, ну и дальше, соответственно, это предмет анализа уже для принятия управленческих решений, в том числе и правильной организации сферы туризма. На террасах Форосе крымские студенты собирают урожай оливы. Субтропические деревья в этой местности высадили лаборанты Центра опережающего научно-технологического развития. Подразделение работает в составе Крымского федерального университета имени Вернадского. Задача специалистов – культивировать субтропические растения на территории полуострова и вывести новые сорта. В этой роще произрастает 173 дерева оливы. Сейчас студенты и волонтеры собирают первый урожай этого года. Платы пойдут на производство оливкового масла. Опытная площадка расположена в Форосе. Специалисты Центра опережающего научно-технологического развития при Крымском федеральном университете говорят, что климат в этом месте лучше всего подходит для выращивания субтропического дерева. Из всех зон, где можно было бы культивировать оливку в открытом грунте, это именно Форос, поскольку климатические условия здесь наиболее подходящие для нее. То есть зима не такая холодная, морозы не так сильно наступают, не так сильно промораживают почву. Поэтому оливка, поскольку она не морозоустойчива, для нее это основной фактор для ее культивации, чтобы не было сильно холодно. Первые саженцы оливы появились в этом месте еще в 2009 году. Специалисты также выращивают экзотические плоды в теплицах Центра. Территория принадлежит Крымскому федеральному университету. На ее базе мы культивируем оливку, культивируем субтропические культуры, занимаемся их развитием, их усовершенствованием и дальнейшее выведение культурных интересных форм, сортов, которые перспективны на данный момент. У нас есть гранат, у нас есть инжир, у нас есть зизифус и у нас есть хурма. В планах еще попробовать актинидию. В первый день на уборку урожая вышли студенты Крымского федерального университета имени Вернадского. Перед работой ребята послушали подробный инструктаж. Олива требует бережного отношения. Сбор происходит очень аккуратно, поскольку плоды во время созревания очень хрупкие. Главное не их сильно повредить. Срыв делаем с плодом ножки аккуратно, не дергаем, не срываем ничего. Когда плод начинает спеть, он сам очень хорошо отделяется. Приехала, я вам скажу больше, я приехала сюда после Темирайзской академии учиться. И как студент, прошедший бакалавриат в Москве, могу сказать, что здесь вообще огромная площадка для приобретения новых знаний, умений, которая очень-очень ценна. До этого я не имела вообще представления ни как готовить масло из оливы, ни как ее собирать, ни как вообще она произрастает и как выглядит. Первый урожай пойдет на производство масла, и лаборанты проверят его качество. Одна из задач центра – культивировать оливу, приспособить ее к условиям жизни на полуострове, чтобы в будущем у селекционеров была возможность выращивать для личных целей свои деревья. Собирать плоды в Форосе будут два дня, а за это время ожидают урожай в пределах 200 килограммов. Это примерно 15 литров оливкового масла. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севенформбюро. Тем временем начинающие виноделы из Севастопольского государственного университета впервые выехали на винограднике собирать урожай. Студенты первого курса направления виноградарства спустя месяц учебы уже начали познавать азы профессии на практике. На одном из севастопольских участков они научились управляться секатором и познали искусство обращения с созревшими гроздьями солнечных ягод. С помощью острого секатора ребята срезают гроздья виноградотехнических сортов. На севастопольских винодельческих предприятиях вовсю идет сбор поспешего урожая. А у студентов СевГУ направления виноградарства началась практика в полях. У нас кафедра достаточно молодая, направление подготовки молодое. Всего лишь три курса. Это ребята работают первого курса. У них первое практическое занятие в поле по сборке урожая. В следующем году мы пересмотрим свои учебные планы, график учебного процесса. И у нас будет полностью сентябрь выделен для прохождения практики на хозяйстве, на делическом предприятии. Заведующий кафедрой отмечает, что в Крыму профессия винодела очень востребована. На предприятие требуются молодые специалисты. Это, так сказать, развивающаяся отрасль, определенно развивающаяся. Много появляется хозяйств новых, как, так сказать, частных хозяйств. Поэтому требуются специалисты, ну и требуют студентов на практику, действительно. Поэтому мы вот стараемся помочь хозяйствам по мере своих сил. Четыре года бакалавриат у них, соответственно, и еще два года могут поступить в магистратуру на управление винодельским хозяйством или предприятием. Постигать профессию винодела в Севастополь приехали ребята из разных городов России. И студентов привлекло обилие качественных виноградников и возможность развития собственного дела. Именно виноделие, то есть продажа вина, так сказать, реализация. Именно на северном Казахстане виноград не растет, на южном растет. Но там вроде некачественный, насколько мне известно. Думаю, скорее всего, здесь. Приехал сюда, потому что профессия хорошая, во-первых. Во-вторых, у него довольно хорошее будущее, много перспектив. Как минимум, потому что я стану не только виноделом, садоводом. Это многому где может пригодиться. Пока позволяет погода, студенты трудятся с раннего утра и до обеда. В течение следующей недели виноградники поседят второй, третий и четвертый курс Севастопольского государственного университета. В арт-отеле «Украина» открылась выставка омского фотохудожника Олега Деркунского, который является победителем многих фотоконкурсов у себя на родине. Крым фотограф посещал с раннего детства, а его близкое знакомство с Севастополем произошло 7 лет назад. Мы наконец-то, когда Крым стал наш, как говорят, сейчас теперь говорят так, мы поехали, были на пленэре, ну, в Сеодосии, правда, и поехали на экскурсию специально, взяли, поехали в Севастополь. Ну, а потом уже, потом уже мы с вами приехали, взяли автомобиль, поехали кататься по Крыму, заезжали в Севастополь. С 2017 года Олег Деркунский ежегодно принимает участие в традиционном севастопольском пленэре. Во время его проведения и открылась персональная выставка фотографа. Подавляющее большинство представленных в экспозиции работ – это особый взгляд фотохудожника на самые известные места Севастополя. Ну, на временах Ерсанес, потрясающий совершенно такой кусок города. Жалко, конечно, что его превратили сейчас неизвестно во что, там какой-то тротуар постелили, и это совершенно все, мне кажется, вся вот эта прелесть средневековая, даже досредневековая, она как-то исчезла. На выставке также представлено несколько работ, сделанных фотографом в Судаке, еще в советское время. Это вообще в 1984 году было сделано. Ну, исходники. Кстати, сменой 8, вот с нее потом все отсканировано, сделано, все, естественно, на компьютере это обработано. Выставка Олега Деркунского развернута на третьем этаже арт-отеля «Украина». Посетить ее можно до 12 октября, вход свободный. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 5 октября в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 15 до 20 метров в секунду, температура воздуха 13-15 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин